подробности прямо сейчас алексей навальный был человек который безусловно олицетворял для запада наиболее он был самым ярким представителем оппозиции которого знали лучше всего это был совершенно бесстрашный и принципиальный человек который не неоднократно в разных самых сложных обстоятельствах не боясь ничего бросал вызов владимиру путину и когда этот человек исчез когда он погиб все стали задаваться вопросом что после него накануне вдова алексея юлия заявила что она будет продолжать делал алексея навального потому что просто не видит для себя другого варианта она уже сделала после этого несколько заявлений обсудимых позже но тем не менее насколько вообще вероятно что теперь российская позиция в изгнании которая до этого неоднократно не могла договориться и дайтесь достичь компромисса объединить свои усилия насколько вероятно что теперь когда юлия вместо алексея будет заниматься этим со стороны фбк вероятно насколько вероятно что они будут вместе об этом мы сегодня поговорили с одним из российских оппозиционеров дмитрием гудковым бывшим депутатом госдумы россии вот что он нам рассказал первый вопрос это смерть алексея понятно что она все-таки шокировала всех это было очень неожиданно насколько большим потрясением вообще все это стало для вас ну не смерть только убийство да потому что здесь совершенно очевидно либо это убийство было запланировано накануне выборов да либо это убийство как бы пытками в течение трех лет так или иначе этого не смерти а именно убийство вот но потрясение да для всей семьи потому что мы лично были знакомы да алексей и юля были у нас на свадьбе но то есть у нас большая история отношений вместе мы были на болотной площади проспект сахарова много вместе прошли астрахани киров я к нему ездил суд когда его посадили потом два даже на два суда я ездил поэтому конечно она накрыла так всех мягко говоря да до сих пор не верит скажу честно как вот с нимцовым было вы даже ожидаем понимаете с алексеем потому что его давно там держали его пытали он там про 300 с лишним дней в этом шизо 27 раз туда отправляли казалось бы ты вроде понимал что это может так закончится но как когда это случилось все равно как-то сложно было принять поэтому я к этому не только политически отношусь а лично вот накануне свое обращение записал юлия вдова алексея и в общем она заявила о том что готова продолжить дело алексея навального как вы восприняли это заявление и вообще ее роль как какую она может сыграть роль деятельности российской оппозиции впредь на ваш взгляд оценки пусть дают политологи да я ее поддержал не только как политика я ну человеческий я его поддержал потому что понимаю в каком сейчас состоянии как были семья и и команда и так далее поэтому я и публично не публично поддержал вот я очень надеюсь потому что после того что произошло мне кажется но пришло время как нам действовать вместе я сейчас не говорю этом объединение не объединение но как минимум мы должны отодвинуть сторону там амбиции какие-то там разногласий которые были раньше в позиции потому что мне кажется у нас у всех одна цель чтобы этот режим прекратил свое существование параллельно есть масса вопросов которые нужно решать западными институциями политиками бюрократами дипломатами вот я уверен что сейчас мы должны действовать вместе координироваться там объединяться как угодно может слово объединение не самое подходящее да скомпрометированно но я лично готов помогать готов участвовать готов координироваться вот об этом в своих социальных сетях а вот почему до сего момента то есть действительно сейчас много учит как-то вот этих высказываний надежда на то что удастся теперь различным оппозиционным силам объединить свои как-то усилия как не относиться к этому слову но на ваш взгляд что-то изменилось вот со смертью с убийством алексея чтобы сделает этот сценарий более вероятным или как-то просто момент настал ну мы и так все объединились там до этого только фбк не участвовал в этом процессе а с алексеем не было у нас никакой связи вот видимо из-за этого есть надежда да потому что мы совпадаем в видении там и будущего страны и что делать и свои отношения к войне преступной путинскому режиму у нас мы совпадают на одной волне сейчас мне кажется просто объединить усилия с координировать таки до объединить очень подходящее вот посмотрим я просто я не люблю загадывать по крайней мере мне кажется что ну как-то все пусть все осознали масштабы проблемы того что произошло со страной с алексеем с семьей алексея а со стороны фбк есть какие-то сигналы потому что если долгое время но многие говорили вот те кто участвовал в конференциях форум свободной россии что вот фбк как-то идет своей дорогой и в общем не участвует во всем этом сейчас они как-то по-другому стали себя вести если основательно прошло просто слишком мало времени понятно что мы вот эти дни не контактируют ну то есть я естественно написал всем там и леониду и шурку там всех с полезными там слова поддержки но еще просто рано я лично вообще никогда ни с кем не ругался да я и даже когда не было какого-то общения там вернее не было координации я все равно продолжал общаться с сотрудниками фбк у меня с ними давние как бы отношения еще со времен моего депутатства ну конечно грубо говоря все свои дипломатические так сказать способности возможности использую для того чтобы ну как-то вот забыть про какие-то разногласия и двигаться дальше если уж не вместе то по крайней мере с координировать как донести повестку позицию с координированной объединенной оппозиции до россиян в нынешней ситуации когда доступ к информации во первых очень сильно затруднен и принято огромное количество репрессивных законов которые существенно усложняют эту связь во первых здесь был очень хороший анализ того как эмиграция через интернет влияет на информационную повестку внутри россии это было у плющева в канале можно посмотреть то есть на пиках 200 миллионов просмотров было 200 миллионов в россии это война это мобилизация и так далее как только российская как бы эмиграция бьет в одну точку то мы видим сразу результат последний пример это сбор подписи за надежды понятно что это была компания не за надежды на была компания антивоенная но за одну неделю было собрано 200 тысяч подписи это на самом деле перевернула всю эту президентскую так называемую компанию потому что путин изначально хотел себя позиционировать как народный кандидат его штаб собрал якобы три миллиона подписи на в которую больше никто не верит народным кандидатом здесь стал надежден собрав 200 там 30 тысяч но с учетом того что он за рубежом собрал этих людей все видели а путин якобы в 15 раз больше но никто к нему вот в очередях не стоял вот и сейчас я считаю чтобы было правильно поднять людей именно на вот эту акцию полубень против путина который алексей поддержал вот ходорковский вообще призвал тех кто будет заходить на избирательные участки писать фамилию навальный на этом бюллетене неважно как они посчитают главное чтобы люди собрались в одно время чтобы их увидели даже если ты за бойкот тебе не обязательно заходить на избирательный участок если ты не хочешь но приди просто а если не постой покажи что вас много вот такой у нас будет массаж всем людям и если мы все это будем бить в одну точку то охват аудитории несмотря на все эти запреты ограничения будет большой потому что у людей большой запрос на какую-то альтернативную на альтернативные источники информации в преддверии выбор ну соукол на так называемых выбор вот это первое где мы можем сейчас действовать вместе с координированно плюс надо защищать политзаключенных нужно сейчас везде рассказывать а окрамурсия например да других политических заключенных которые тоже находятся не в самых лучших кондициях там и если не будет никакого никакой жесткой позиции страны западных стран которым могут обменять нам они могут ну предпринять разные действия для того чтобы вытащить этих заключенных то тогда будут еще трупы и здесь мы тоже можем лоббировать все вместе дмитрий гудков российский оппозиционер бывший депутат государственной думы рф прокомментировал событие которое происходит в российской оппозиции движение в ней в связи с смертью алексея навального и заявлением вдовы алексей навального юлия о том что она продолжит его дело и рассматривается теперь как потенциально единый кандидат оппозиции который может в общем орицетворять борьбу в этой оппозиции с режима владимира путина и Субтитры создавал DimaTorzok